Всем привет, друзья, и доброго времени суток! С вами снова Петрович и канал Fun with a Gun. Очень рад всех услышать и видеть. И сегодняшнее видео у меня будет абсолютно необычным для меня. Это первое такое на канале. Расскажу историю грустную. Дело в том, что у меня оказалась просроченная лицензия на ношение и хранение оружия. То есть вот я вам могу показать. Как видите, сейчас, может здесь будет видно. Да, то есть она закончилась 19 мая этого года. История следующая, что в принципе в нашем штате, где мы проживаем, лицензия на оружие выдается на 5 лет. И, как правило, это с дня рождения. То есть, ну вот у меня 19 мая в день пионерии день рождения. И мне дали, ну вот, последний раз, когда я обновлял, на 5 лет опять. И вот в этом году она заканчивалась. Дальше, по правилам штата. По законам штата, мне, если я подам документы, и у меня нет никаких проблем, то лицензию на оружие мне должны обновить за полтора месяца. Это максимум считается у них. Обычный срок написан 4 недели, вроде того. Так вот, я, соответственно, озаботился и подал документы. А здесь это делается следующим образом. То есть заполняешь, ну распечатываешь на компьютере просто какую-то бумажку, заполняешь ее, там просто имя, фамилия, адрес и все такое. Ничего так сверх... Ну, не нужно к наркологу идти никуда. Вот. И дальше относишь это в полицию. В нашу местную полицию, полицию города. И они эти документы принимают, и после этого, типа, ждешь лицензии, и, как говорят, полтора месяца максимум, и потом ее получаешь на руки. Вот. Так это первый раз, потому что я лицензию, в принципе, обновлял уже два раза. А это первый раз, когда за полтора месяца лицензия не пришла. Так вот, в полиции мне выдали вот такую вот бумажку. Типа, что... Брюс Лоренс, это сержант полиции нашего города, вот адрес полицейского участка, мне выдал... То есть не выдал, а принял документы на продление. И дальше я не буду вам показывать тоже номера, но общий смысл, что я подал опять разрешение на продление вот этой Resident Class A Large Capacity License to Carry Firearm. То есть это, грубо говоря, ну, лицензия на ношение оружия любого... с любым магазином, размером магазин. И здесь, снизу вот написано, что... Эта бумажка является разрешением на ношение до тех пор, пока, типа, они мне не разрешат или не откажут в новой лицензии, в обновлении. Вот такая история. Так вот, ситуация такая. Я, конечно, понимаю, да, они мне дали эту бумажку. И я с этой бумажкой, вот она у меня реально в кошельке вот лежит здесь, и я могу свой верный сиг с собой с этой бумажкой носить. Проблема в другом. Проблема в том, что вот с этой вот дрянью я абсолютно ничего не могу купить в магазинах Массачусетса. То есть, не говоря об оружии, а даже о патронах. Вообще ничего нельзя. Слава богу, у меня запас как бы приличный, поэтому я не переживаю, и у меня хватит еще надолго. Но все равно, тем не менее, вот как-то, знаете, я был ограничен. Что, с одной стороны, сказалось хорошо на семейном бюджете, потому что я не трачу лишние деньги на это дело. Но, тем не менее, что мы сегодня сделаем? А мы сегодня, друзья, купим пистолет. Как я сказал, вот с этой лицензией в Массачусетсе, то есть у нас в штате, я купить ничего не могу. Но у меня есть еще одна. Это лицензия коллекционера оружия. Что она дает? Во-первых, как ее получить? Очень просто. По-моему, она стоила 30 долларов на 3 года, где-то так. То есть, опять-таки, очень простые какие-то документы там нужны. Ну, я не знаю, типа, водительского удостоверения и, может быть, что-то еще. Ну, вроде того, ну, немного. И заполненная бумажка. Все отсылаешь в ATF. Это федеральное агентство по контролю за табаком и оружием. Вот. Туда отсылаешь, они тебе присылают в течение, ну, я не знаю, не помню, месяца, может, двух. Лицензию, которая действительно на 3 года. Я, по-моему, не ошибаюсь насчет 3 лет. Вот. И с этой лицензией я вам сейчас покажу. Так, сейчас, ребят, секунду. Вот. Вот правило. Она называется Curious and Relics. То есть, это необычное оружие или коллекционное оружие. По ходу дела, под эту категорию, ну, попадает любое оружие, которое произведено более 50 лет назад. Если оно больше 50 лет, то это CNR, ну, Curious and Relics, то, что написано сверху. И я могу его купить. В чем разница с обычной покупкой? Дело в том, что если просто покупать оружие, любое в США, скажем, хоть винтовку, хоть дробовик, хоть пистолет, что хочешь, ты, в принципе, не можешь его заказать себе домой, если я покупаю из другого штата, замечу. И правила такие, что при пересечении границы штата оружие должно попадать к дилеру. То есть, история такая. Если я хочу купить, допустим, винтовку или что угодно из другого штата, то мне нужно вначале поговорить со своим дилером местным. Ну, как правило, это оружейные магазины, там, людей знаешь уже. И говоришь там, ну, Грег, давай, я хочу заказать себе винтовку. Он говорит, хорошо, давай. И дальше я пересылаю информацию дилера с его номером лицензии продавцу в другом штате. Тот получает, после этого он посылает по обычной почте, неважно, моему дилеру здесь, то есть, в мой оружейный магазин оружия, которое я хочу купить. А дальше я уже покупаю, соответственно, у своего дилера. Услуги вот эти за переоформление, они очень разнятся, честно сказать. Раньше было, я помню, лет 15 назад, было как 10 долларов. Сейчас оно возросло, все это. По-моему, они сейчас берут около 30, может быть, 40, я не знаю. То есть, ну, соответственно, понимаете, добавляется к цене оружие. Вот. Что же дает вот эта лицензия? Curious and Relics. Дело в том, что все оружие, которое считается коллекционным, или которому больше 50 лет, я могу покупать в обход этого дилера. Мне не нужно ничего. То есть, я сам как будто дилер получаюсь. И поэтому история такая, что, допустим, я нашел какое-то оружие, которое старое, и оно мне нравится, и я хочу его купить. Мне не нужно ни с кем связываться. Я плачу продавцу деньги, и он мне имеет право посылать вот это оружие прямо домой. То есть, тупо продавец, ну, как не продавец, прошу прощения, почтальон оставляет около двери. Вот мне так ТТ пришел, я тогда в шоке немного был, потому что, ну, казалось бы, оружие, да, нужно там что-то аккуратно там пересылать. А-а. Мне почтальон привез в коробке ТТ, но он, естественно, не знал, что там, и просто бросил около двери, как обычно, ну, вот, как в Америке бывает. Так вот, я, как вы понимаете, из-за того, что у меня лицензия до сих пор не продлена, я на сухом паке здесь оказался. То есть, я нового оружия не могу купить, и патронов тоже. Поэтому я решил сегодня вместе с вами воспользоваться возможностями вот этой моей Curious & Relics лицензии. И мы с вами сегодня купим пистолет. Просто вот грубо по интернету. Коль они мне не дают лицензию, мы купим здесь. А пистолет, который я хочу купить, я вам сейчас покажу. Вот он. Сайт называется Classic Firearms, но его многие знают. Это место, где продаются часто всякие какие-то вещи из России, в том числе СКС там или что-то еще. Но, тем не менее, сегодня вот наша будет покупка. Как видите, это пистолет польский, родом, модель P64, в калибре 9х18, то есть это наш родной Макаров. Он у них на распродаже сейчас. И, как вы можете убедиться, цена снижена до 189 долларов. Ну, я считаю, надо взять. У меня нет их. То есть, у меня есть в 9х18, у меня есть вот этот как раз, второй, который тоже на распродаже. Это чешский CZ-82, Чезет. Ну, давайте купим вот этот. И я покажу, как это делается уже на компьютере. Я сегодня, ребята, установил программу, которая записывает, что я делаю. Так что, может, получится. Что, погнали? Значит, идем на сайт. Как я сказал, здесь много всего интересного. Вот, как видите, какие-то винтовки. Ну, даже вепрь. Между прочим, заметьте, цену 700 долларов. Вот так вот. Но я иду вот именно сиена, это вот коллекционное оружие. И, как видите, здесь довольно много всего. Хотя, к сожалению, не очень много чего есть. То есть, если спуститься к СКС, оп, а он уже все продан весь. Вот я дурак, надо было купить. И потом с ним что-нибудь сделать. Тем не менее, пойду наверх. Вот, польский родом, P64. Так что, мы возьмем его купю. Вот, прямо сейчас. То есть, я жму кнопку купить. Пах. Так, дальше. Что здесь есть возможность сделать? Вот эта опция. Это Hand Select. Ну, грубо говоря, можно заплатить еще 20 долларов. Вот здесь, как написано. Для того, чтобы они выбрали из всех этих пистолетов. Ну, понятно, они покупают там, господи, не знаю, коробками, большими, как называется, сундуками. И можно набрать Hand Select, для того, чтобы они выбрали именно, на котором меньше, может быть, будет каких-то, ну, царапин, там, еще такого. Ну, давайте сделаем Hand Select. Как видите, пересылка будет стоить еще 20 долларов. Бах. То есть, у меня получается, что этот пистолет будет мне стоить 209 долларов. Вот, как видите, здесь. Так. Ну, наверняка еще за пересылку нужно что-то будет заплатить. Ну, посмотрим. Нажимаем. Как видите, пересылка будет стоить еще 20 долларов. Ну, ладно, что. Платить я буду кредитной картой. Сейчас. Итого 229 долларов 91 цент. Сейчас я нажму вот здесь. После этого вот так. Ну, и все. Вот. Только что пистолет был куплен. Заняло это у меня, не соврать, наверное, 7 минут. Где-то около того. Это, ну, это с тем, что я здесь еще разговариваю с вами. И еще будет видео, когда я его получу и вам покажу, как он приходит и как это выглядит. Ну, а на этом у меня сегодня все. Всем счастливо, всем пока. До встречи, ребята. Продолжение следует.